Привет, в этом видео рассмотрим развитие РК Слееров, с чего все начиналось, вери в топ 1 демона и глобальный скандал. У просто микрофона сидит просто куб. Поехали. В 2013 и 2014 в России почти никто не играл в ГД, тем не менее, был один выделяющийся человек. Встречайте, легенда РК и первопроходица в нашей стране, AlexPayne24. Первое видео по ГД на его канале вышло 26 августа 2013 года. Игре на тот момент было 13 дней от роду. В том видео он прошел Stereo Madness, затем битнул все официальные уровни, а после пополнял список левелами из новых версий. 4 декабря он прошел свой первый демон, старый The Nightmare, и в те времена фраза «Я прошел The Nightmare» была все равно, что «Я прошел фейерворк в наши дни». Да-да, не удивляйтесь. Затем он проходит еще один демон – Золотник Роуд, который тогда входил в топ-5. И после он еще долго держался на плаву и был топ-игроком. Лучшие достижения Алекса – Винни Лэндскейп и Суперсоник, а как Кена с тех времен. В последние годы его скилл рос уже не так быстро, да и интерес к игре со временем терялся. Последнее видео на его канале вышло 10 февраля 2018, и оно было не про ГД. А последнее видео по ГД вышло 23 января все того же года. Однако его время, когда он конкурировал с лучшими игроками, закончилось еще в 2015. 2016 год прошел Блекло. Можно отметить, наверное, только Сноу Рида, верифнувшего Сабверсив. Ну и все. То есть реально. Блин, я не знаю, может кто-то прошел что-то сложнее Сабверсива в России, но я не нашел эти прохождения. Вот честно, я не нашел. Если вы знаете, что кто-то прошел что-то сложнее Сабверсива в 2016, то, пожалуйста, напишите в комментариях и исправьте меня. В 2017 популярность начал набирать украинский Demon Slayer. Как думаете, кто это? Я дам вам подумать. Время вышло. Правильный ответ – Neuronix Gaming, AKXN. В тот год он ставил множество прогрессов на самых разных демонах. От АБП до Сокупен Сёрклс. В тот год он прошел Эбизор Фантазм, Катаклизм, Сабверсив, Дуэлла Маэстро, The Hell Factory, Врейкаут, Коникл Депрэшн, Афтермаф, Эребус, Хэтры, а также очень сложные челленджи, Сокупен Сёрклс 66П, топ-20 на данный момент, и Иллюжион оф Хелл, который по сей день остается непройденным. В 2018 появилось больше скилловых игроков в РК. В том году о себе заявили Спиртекс, Индис и Дольфи. Пойдем по порядку. В конце 2017 года Спиртекс проходил Медиум Хард Демоны. А в 2018 прошел Deception Dive, Bloodbuff, The Flawless, Subsonic и Digital Descent. Дольфи. Сокупен Хелл, Bloodbuff, Black Blizzard, вся Соник серия, Коникл Депрэшн и вся ПП серия, в том числе Плазма Пульс в финале. А еще Индис. Bloodbuff, Соник Вейв, Ядагарасу, ППФ и Хардесс РК того года. Bloodlast. И это только главное его достижение. Ну и нельзя оставить без внимания глобальный скандал, произошедший в 2018. Многие игроки, как из РК, так и из зарубежного комьюнити, начали обвинять Нейрона в читерстве. Основные предъявы были связаны с ГД-ботом. Скорее всего это связано с тем, что Назар в том году верифнул Abyss of Darkness, Soccuping Circles и Fusion Z. И битнул Баушу Вортекс, ППФ, Black Blizzard, Infernal Abyss, Devil Vortex, Ядагарасу, Фобос, The Ultimate Face, Crimson Planet, Digital Descent, Old Arctic Lights, Который сложнее рейтнутого, Hyper Paracosm, Sonic Wave, Zavkill, Gamma, Killbot, Mystic, Special Rant, Athanathos, Singularity и Catalyze. Офигеть, неплохой послужный список, да? Но продолжим. В том году меня в комьюнити не было, поэтому я не берусь утверждать, был Нейрон читером или легитным. Но все же не упомянуть эти прохождения было бы... Ну все же неправильно. В 2019-м за звание ТОП-1 РК была борьба между Дольфи и Индисом. Данил прошел в 2019-м. Год Итер, Плот Ласт, Зодиак, Эребус, Спешл Рэнд, Грифнул Тек Манифестейшн, Битнул Рагнарёк, Сайклайн, Уроборус, Артифишал Асен, Кримзон Планет, Деймос, Люцид Найтмир, Зе Яндре, Фобос, Когнишн, Каварету, Зе Рапчур, Кенос, Рениван. Индис же Битнул, Спешл Рэнд, Автор Котобав, Артифишал Дрим, Несколько раз Ребитнул Соник Вейв, Нарц, Вау и Фридом 0.8. Спиртекс прошел Сайклайн, Артифишал Асен, ППФ и Яд. Нерон тоже не остался в стране и прошел Труды Гейтс, Сигму, Год Итер, Каварету, Блот Ласт, Стейлмейт Редакс, Брейкаут, Аниорфит Инерц, Зе Яг, Аниорфит Блэк Близзард, Катригамот и Артик Лайтс. А также в этом году Дольфи начал рефицировать Тартарус и к концу года у него был прогресс 98%. Очень солидный год. Начало 2020-го, православное Рождество, а в ГДК праздник, ведь легендарный Тартарус наконец-то был верифицирован Дольфи за 61 тысячу попыток. Правда, затем начался огромный скандал, по итогам которого Дольфи оказался победителем, верить он был Тартарус с его акком. А после ему дали на вериф еще один топ-1, Сайлент Сёрклс. Смотря на опыт Даниила, Индис битнул Зодиак, а затем приступил к верифу другого топ-1 уровня. Этим уровнем стал Unnerfed Inerts. Индис поставил 41% и 49% а также делал ногли пран. И все. А жаль, ведь Индис имел шансы даже метнуть уровень. В 2020-м также появилась топовая девушка Слэйр, Инкроми. Она прошла за ядрой Кирмич Молк, Артифайз, Аудиторий Брекер, Артифишл Дрим, Десепшн Дайв, Блэк Близзард, Хардбит, Суник Вейв и Реневант, которые и по сей день остаются топ-1 в этаком женском топе, но вы понимаете о чем я. А также появилась куча хороших игроков примерно одного уровня, но никто из них не дотягивал до Дольфи и Индиса. И вот последний полный год, 2021. В этом году многие прошли Зодиак, Зе Голден и Тартар и более легкие демоны. Но хардстом РК вот уже 2 года является все тот же Тартарус, который вот тут упадет на 5 место. И все же были попытки пройти что-то сложнее. Например, Дилстик еще с 2020 года проверял Эбис Улдар. Лучшие прогрессы это 18-100, 95% в 2 раза и 98% также в 2 раза. Дольфи поставил 23-100 и 70% на Сайланд Церклс, который недавно потерял. Также Таракот пытался стать Ферст Виктором фейерворка, но немного не дожал, поставив 98%. Там вот буквально пару кликов оставалось. Надеюсь, что в этом году наши битнут что-то сложнее Тартаруса. На этом все. У просто микрофона сидел просто куб. Просто пока. Субтитры сделал DimaTorzok